Приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о теплых градках. Почему мы очень вспомнили про теплые градки? Потому что эти теплые градки, которые мы заложим осенью, из тех подружных материалов, которые мы просто-напросто не знаем, куда девать, они нам позволят получать более раннюю продукцию. Ну, теплые градки, понятие такое растяжимое. Они могут быть теплые градки двух типов. Они могут быть приподнятые и могут быть высокие. В чем разница этих градок и в чем их различие, давайте разберемся. Ну, приподнятая теплая градка, она делается очень просто. Снимается слой земли, значит, мы делаем окантовку из досок, сделали окантовочку из досок, и, значит, мы можем из прохода взять землю и набросать на эту градку. Это самый простой способ. Набросали из прохода землю, у нас получается приподнятая градка. Такая градочка, значит, уже знаете, что она где-то на 10-14 дней позволяет раньше проводить весенние посевы. И раз 10-14 дней раньше проводить весенние посевы, значит, мы получаем более раннюю продукцию. И это раз. И, во-вторых, мы на этой градке можем вырастить больше культур. То есть, как бы, то одну культуру посели, вторую посели. И до осени мы можем сделать еще, как бы, три урожая собрать с одной площади. То, конечно, в условиях, когда у вас мало земли, это немаловажно. Ну, эта градка, чем хороша? Такая вот градка, которая ложили землю, может, второй вариант быть. Выбираем, как бы, на штык лопаты землю и ложим слой биотоплива. Что с биотоплива? У нас очень его предостаточно. Это и сорняки, это и листья, это и солома, это какое-то старое сено. Все это мы можем положить. Слой 30 сантиметров положили, землей засыпали. Все. Наша теплая градка самая простая готова. Ну, срок службы такой градки 5 лет. За 5 лет обычно материал прогорает, градка опускается, и как бы она перестает уже действовать. Вот. Ну, более интересная, конечно, высокая градка. Почему высокая градка более интересная? Потому что высокую градку мы поднимаем, поднимаем над поверхностью почвы. Ну, можно поднять на 50 сантиметров, на 70, можем на метр, ну, и на полтора можем поднять. Это, конечно, все зависит от того материала, количества материала, который есть у нас под рукой. Так вот, что у нас получается? Ну, запоминайте, что высокая градка теплая создается на срок до 25 лет. То есть, на четверть века вам хватит этой градки. Раз помучились, зато потом будете иметь эту градку. Как создается теплая градка высокая? Она создается очень просто. Делается, опять же, окантовка. Градка не должна расползаться, делается окантовочка. Но, внимание, доску мы уже в высоких теплых градках не используем. Почему? Потому что градка создается на 25 лет, а деревянная доска сгнивает за где-то 6-7 лет. Уже сгнивает полностью. Поэтому это непрактично. Сейчас промышленность наладила выпуск панелей специальных для таких градок, полиочленовых. Они такие толстые, прочные. Вот именно используем такой материал для окантовки наших градок. Стенки делаем из этих пластмассовых плит. Можно, конечно, использовать бетонные плиты, закопать землю, обложить вокруг. Можно сделать цементную, как ваша фантазия будет думать, как сделать окантовку градок. И, значит, так, смотрите, если в приподнятой градке мы градку от градки делаем проход 50 сантиметров, то высокая градка уже проход делается где-то 90-100 сантиметров, то есть почти метр градка от градки делается. Ну, значит, технология тоже, как бы, очень простая. Ну, технология немного от песчаных и глинистых почв отличается. Отличается чем? Что на глинистой почве мы копаем сразу, сделая окантовочку, и вынимаем 10 сантиметров грунта. И вот, 10 сантиметров грунта мы сняли в этой нашей градке и засыпаем дренажным слоем. Ну, в качестве дренажного слоя мы что сделаем? Мы можем засыпать мелкие камни, мы можем засыпать битый кирпич, мы можем засыпать керамзит. То есть то, что вам доступно насыпали. Ну, а дальше уже что? А дальше будем вложить ветки. Ветки, которые у нас остались. Мы обрезали какие-то кустарники, деревья там какие-то обрезали. У нас осталось куча веток. Мы не знаем, куда их девать. Так вот, в этих веток мы укладываем слой 30-40 сантиметров. Ну, ветки, конечно, мы не ложим крупняком, мы их измельчаем на меньшие части. Измельчили на меньшие части, положили. Положили слой веток. А на слой веток мы ложим следующий слой, землей ложим слой 10 сантиметров, присыпали эти веточки, и ложим слой соломы, соломы, листьев, ложим следующий слой. Можно даже использовать, что? Можем использовать старые газеты. Старые газеты не идут, только журналы. Журналы не идут, потому что журналы сейчас глянцевые, и они в почве не разлагаются. Можно наложить слой старых газет. Ну а далее насыпаем слой грунта в 25-30 сантиметров, что вполне достаточно для наших культур. Но знайте, что перед тем, как этот грунт положить на нашу теплую градку, его необходимо подготовить. В каком смысле? Значит, эту землю, которую мы будем забрасывать на мир градки, мы перемешиваем с золой, мы перемешиваем с перегноем, можем перемешать с торфом, то есть делаем более рыхлой и более питательной. Можем добавить не много минеральных удобрений. Ну и вот и закрываем, всю нашу конструкцию закрываем этим слоем. Что получается? Наша теплая градка. Почему я так уделяю пристальное внимание? Смотрите, уже высокая теплая градка даст нам возможность начать работы на три недели раньше. То есть практически почти на месяц можем раньше посадить теплолюбивые культуры. Это раз. Следующий нюанс. Значит, что все культуры на высокой теплой градке не подмерзают. Заморозок сюда внизу садится, а на градке не садится. Это два. Третье. Мы получаем более ранний урожай тех же огурцов, например. Это три. И вдобавок наш срок плодоношения на этой высокой градке будет гораздо уделяться. Это четыре. То есть уже четыре причины, по которых можно заняться теплыми градками. Можно уделить им внимание. Ну и пятая причина, которую многие тоже забывают. Заметьте, что это открытый грунт. Это открытый грунт, а значит меньше вредителей и меньше болезней будет нападать на наши растения. Почему? Потому что наша градка приподнятая. Там бывают ветра, бывают сквозняшки. А вредители и болезни не любят таких мест. Это пять, не шестая причина, из-за чего стоит уделить внимание теплым градкам. Это то, что если высокая теплая градка, значит, вы можете использовать ее не только по горизонтали, посадить растение, но даже и в боки. Какие-то отдельные рассадинки вы можете посадить по бокам. То есть ваша площадь как бы земельно увеличивается. За счет того, что у вас поднялась градка, и у вас есть четыре стороны и вверх. Ваша площадь, что вы можете посадить, увеличивается. Ну, что обычно садят? Чтобы вы сразу ориентировались. Первый год, когда закладывается теплая градка, значит, весной, чтобы она начала делать, она будет проливаться кипятком. Обязательно проливаем кипятком. Если нет кипятка, у вас нет возможности там сделать, значит, это можно сделать раствор минеральных удобрений. 300-400 грамм азотных удобрений проливаем. Это может быть раствор дрожжей. Также проливаем, накрываем черной пленкой, и буквально через 10 дней наша градка уже готова к посевам, посадкам. Ну, тем более, что на этой градке можно поставить дуги, что-то высевать под дуги пока заморозки. И еще не забывайте, почему градка, а не парник. Смотрите, не у всех есть возможность проезжать на дачу. Проезжать на дачу часто. Если вы целую неделю на даче не бываете, значит, в парнике земля может пересохнуть. Раз земля пересохнет, растения могут погибнуть. А вот в высокой градке, теплой, что происходит? Как бы атмосферная влага поступает и поднимается вверх к нашим растениям. То есть, даже если вы их не польете одну неделю, не волнуйтесь, ваши растения, по крайней мере, не засохнут. Они будут живы. Будут привязки, но они будут живы. Так что все эти вот плюсы, которые я вам назвал, они как бы говорят о том, что надо заниматься теплыми градками. И тем более, что срок суббит четверть века. Это немало. Сделав один раз, в первую очередь, что будем садить? Первый год, как бы заложили вот эту теплую градочку, мы посадим тыквенные культуры. Ну, чаще всего обычно садят или кабачки, или огурцы. Эти две культуры, как бы, самое нормальное, по свежей органике работают, посадили. На второй год мы уже посадим плодовые овощи посленовые. Те же помидоры, перцы посадим, баклажаны на этой теплой градке. Ну, а уже третий год можно высаживать любые корнеплоды. Любые корнеплоды, лук, чеснок уже можно садить на теплой градке. Ну, конечно, не забывайте, что время от времени наша градка будет оседать. Но все ветки, которые заложены внизу, они будут гнисти очень долго, до, я говорю, до 25 лет, повторяюсь еще раз. Поэтому они будут давать тепло и будут подогревать грунт. Но не забывайте, что такой длительный срок она не выдержит, она постепенно начинает проседать. Поэтому придется где-то по сантиметров 10 каждый год добавлять хорошей плодородной земли наверх в градке. Пусть она осаживается, но я еще раз повторюсь, за счет того, что она летом хорошо держит тепло, вот и обеспечивает комфортные условия наших растений. Поэтому попробуйте. Тем более, что это не так сложно. Материалы подручны у вас под рукой. Единственное, что придется растратиться, это на контовку градки. Я повторяю, что ее вы можете сделать как пластмассовую, или можно какую-то бетонную, цементную. Это уже на ваши варианты. Можно сделать с кирпича. Сделали, а овчинка выделки стоит, как в той поговорке. Поэтому желаю вам хорошо поработать, наделать себе теплый градок, на следующий год наслаждаться богатыми урожаями. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.